Желание создать идеальную семью и отношения имеет глубокие корни, которые зарождаются еще в детстве. Особенно это характерно для женщин, которые, будучи маленькими девочками, читали сказки про принца и принцессу, которые жили долго и счастливо. Такими историями были пропитаны страницы всех книг. Отношения между мужчиной и женщиной были, есть и будут одной из самых важных тем в этой жизни. Но, несмотря на всю важность этого вопроса, нас не учат тому, как правильно его решить. Ни в школе, ни в других учебных заведениях данная тема всерьез не рассматривается. Она как бы второстепенна для большинства людей. Однако и мужчинам, и женщинам порой бывает очень непросто построить друг с другом хорошее долгосрочное взаимопонимание. Сложно поверить, но идеальные отношения все-таки существуют. Не исключено, что и в таких парах также наступают сложные времена. Но благодаря грамотной расстановке приоритетов конфликты быстро разглаживаются, и партнеры делают все, чтобы в следующий раз подобного не повторилось. Так что же такое гармония в отношениях? Давайте узнаем у нашего гостя. В студии Александр Галич, заместитель генерального директора Центра психологии. Психолог. Александр, здравствуйте. Давайте начнем наш разговор про взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Начнем с такого вопроса. Вот чего вообще хотят женщины, чего хотят мужчины в отношениях? Если говорить коротко. Если говорить коротко, то мы все хотим одного и того же. Мы хотим, чтобы нас принимали, причем безусловно не за что-то, а просто потому, что мы такие, какие мы есть. Мы хотим чувствовать себя в безопасности, мы хотим, чтобы нам доверяли, и мы сами хотим, чтобы рядом с нами был человек, который заслуживает нашего доверия. Вот это общие человеческие такие потребности. Но вот в чем разница все-таки между мужчиной и женщиной? Разница в том, как мы проявляем эти потребности, как мы видим свою роль в удовлетворении этих потребностей. Ну и в целом мы даже на физиологическом уровне разные, мужчины и женщины. Поэтому и внешние проявления этих потребностей, они совершенно разные. Женщины, как правило, более эмоциональны. Мужчины столь же эмоциональны, но из-за особенностей воспитания думают, что это не очень хорошо, хотя это не так. И получается картина, которая иногда внешне выглядит совершенно по-разному. Но по факту мы стремимся к этому и тому же. Знаете, у нас все равно есть определенные, ну в каждой стране есть определенные перекосы, плюс-минус воспитания. То есть вот у нас есть какая-то память, даже у молодых людей, какая-то память поколений. Воспитание, которое пропагандировалось, семейное воспитание, которое пропагандировалось в советское время, оно так или иначе все равно до нас дошло и в нас живет. Есть свои нюансы, есть свои особенности. Далеко не всегда удается построить идеальные отношения на базе подобного семейного воспитания. Но вот есть ли какой-то секрет универсальный построения вот таких отношений? Я бы назвал универсальным секретом, во-первых, не пытаться казаться тем, кем ты не являешься. То есть не замалчивать, если тебе что-то не нравится. Если ты готов пойти на компромисс в этом, то сказать, что тебе это не нравится, но ты готов пойти на компромисс. И не обманывать ни себя, ни партнера. Знаете, Александр, вот на словах это очень просто, но все равно в нашем обществе достаточно много стереотипов. Ну вот я понимаю, что есть стереотипы, что мужчина должен быть сильный, мужчины не плачут, мужчина добычек, он должен нести домой деньги, он не должен там хныгать. А что, представляете, я прихожу домой и говорю, дорогая, я очень устал, я хочу, чтобы меня вот на диване погладили, вот там как бы я вообще не хочу завтра на работу, то можно я недельку дома посижу? И чего мне скажут? Задам себе вопрос я. Да, не столь важно, что вам скажут, что важнее, что вы сами себе скажете. Вы спросили партнера вашего, а устала ли она вообще? Как вы определили, что вы устали больше? Почему вы это определили? И в целом, вот есть замечательный сериал «Всегда, говорю, всегда». Там есть замечательная сцена, в которой главная героиня только что, ну не только что, вот какое-то время назад родившая ребенка, вся домашняя работа на ней, она там, у которой там уже день не спит, борщ разлит по кухне, весь день стирал, убирал и так далее. И тут приходит ее супруг и говорит, дорогая, то что забыла, у нас годовщина свадьбы вообще-то, я тут принес шампанское, давай-ка устроим что-нибудь романтическое. Салат с кальмаром, да. Да. Супруга отвечает, главная героиня, дорогой, извини, но я уже несколько дней не спала, ребенок орет, вот прямо сейчас борщ разлит по кухне, я очень устал и весь день занималась домашними делами. На что супруг отвечает, я все понимаю, поэтому ты сейчас ребенка спать уложи, борщ убери, накрой на стол, зажги свечи, ты не волнуйся, я готов подождать, пока ты это все сделаешь. Молодец какой. Слушайте, ну как раз-таки это вот конфликтные ситуации, вот как правильно ссориться, потому что без конфликтов все равно, ну нигде не бывает, да, каких-то, вот как их сглаживать максимально? В целом ссора это, давайте прямо скажем, для некоторых пар ссора это в общем-то фундамент, на котором отношения строятся. О, мои соседи. Вполне возможно. О, серьезно, сегодня я встал, у меня в ванной очень хорошая вентиляция и слышимость, они в полшестого утра уже орали. То есть сила у них есть, они так заряжаются, но все-таки. Но держатся, держатся. Вот такие, знаете, итальянские страсти, действительно, во многих семьях для них это вот прям важно и нужно. Почему так? Потому что это способ выразить эмоции, которых много и другого способа люди не знают. И с учетом того, что люди хорошо друг друга знают и знают точки, на которые не стоит давить, даже в самой страшной ссоре, это превращается в такой обмен эмоциями, что вполне себе, ну не сказать, что прям здоровый способ, но приемлемый. Потому что если мы будем копить эмоции в себе, они никуда не денутся, они просто будут проявляться в разнообразных. В болезнях, в нервных расстройствах. Да, кстати говоря, вот вы говорите, что это способ добыть эмоции. А вот эти эмоции, они же достаточно сильные. И в принципе, вот люди, у которых очень много позитивных эмоций, тоже сильных, им в принципе вот это не надо. То есть получается, люди какие-то пытаются эмоции добывать, если не хватает позитивных, наверное, замещать их каким-то, сублимировать вот такими сильными эмоциями или нет, или я ошибаюсь. Ну я сказал выразить, не добыть. Добыть эмоции такой очень странный термин. Хотя, ну, вполне себе существующий. Эмоции есть эмоции. И если люди их выражают так, и их это полностью устраивает, и потом за бурной ссорой идет бурное примирение, ну, чего бы и нет, если их это устраивает. Если, тут проблемы могут возникнуть, если есть перекос, когда один партнер эмоциональный, другой менее эмоциональный, и они не уравновешивают друг друга, а как-то один друг другу начинает перевешивать. То есть тут плюс на минус не дает, да, вот какого-то такой нейтрализации? Нет, может быть, это может быть, но если этого не происходит, вот тогда начинаются сложности. Хорошо, пару советов от вас, как от психолога, вот все, что категорически не стоит делать вообще в отношениях, что вот разрушает как раз-таки интерес мужчины, да, к женщине, и наоборот, женщины к мужчине. Так, ну вот по поводу разрушения интереса, мне кажется, это очень странный вопрос. Ну, это все равно, что задать вопрос, вот, а какими линиями лучше рисовать, вот толстыми или тонкими, как красивее получится. Все субъективно. Конечно, красота она в глазах смотрящего, и интерес тоже. И если интерес к женщине в глазах мужчины разрушаются, то это к мужчине вопросы. А чего это он вдруг разрушается? Что в восприятии-то поменялось? Потому что, ну вот в том примере, который я привел, да, там вот не какой-то там быт или рутина разрушают отношения, а игнорирование потребностей своего партнера, обесценивание его труда, считание, что вот мои трудности и страдания труднее и ужаснее, чем трудности и страдания моего партнера. Вот это действительно так, потому что иногда, ну, некоторые мужчины считают, ну, что там стирала, машинка стиральная стирала, что там стирала, как будто ты бы там на речку ходила, да, там вот это вот все, там в духовку подумали, духовка все испекла, вот этот твой торт, этот рыбный, вот этот пирог. Вот, коль скоро у нас все-таки женский праздник, да, 8 марта сегодня, давайте подумаем о том, какие действия, в том числе и в быту мужские, негативно и пагубно сказываются на семейных отношениях? Действия в быту? Ну да, например, разделение вот этих самых обязанностей, кто кому там чему обязан, вообще, конечно, непонятно, но вот разделение обязанностей традиционное, что на себя должен обязательно брать, вот чисто с психологической точки зрения, не потому что там бабушка так научила или дедушка, а вот с точки зрения сохранения гармонии в семье, что на себя должен брать мужчина? И вообще должно ли быть такое разделение? Да. Ну, хорошо бы, если бы оно было, потому что вот эта вот такая классическая патриархальная схема, мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага, она в современном мире никакой критики не выдерживает. Ну да, есть там один нюанс в схеме у мужчин, они где-то ошиблись, они просто не думают о том, что женщины-то тоже работают в современное время. Да, во-первых, женщины работают, во-вторых, с женщин, при том, что они активно работают, занимают важные посты, в этом процессе выравнивание происходит. Допустим, такую фундаментальную функцию продолжения рода женщину никто не убирал, никто ее не заменит в этом. А эта функция такая, ну, на всех этапах очень тяжелая, снижающая работоспособность женщины, повышающая ее потребность в заботе, защите и так далее. Поэтому, если мы выравниваемся вот в рабочем плане, мы в бытовом плане тоже должны некоторым образом выравниваться, и часть обязанностей должна быть возложена мужчинам. Мне кажется, если бы хоть один мужчина хотя бы один раз в жизни родил хотя бы одного ребенка, он бы на следующий же день пошел и освободил бы женщин от всех других обязанностей. И сказал бы, какой плед тебе, потеплее или попушистее принести? Ну вот ей-богу. Золотые слова, Илья. Отличный вывод из нашего разговора. Александр, большое вам спасибо, что погибло забраться в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Берегите отношения. Обязательно. Женщины, мы вас любим. Александр Галич на студии, заместитель генерального директора центра «Псилогия. Психолог». Включайтесь в утро. Главные события в городе и крае. Свежие новости, пробки, погода, интересные гости и подарки для зрителей. Начинайте день правильно. Включайтесь в утро с губернии. Мы, конечно, мужчины, все великие завоеватели, великие добытчики, но все-таки... Мы так считаем точно. Да, мы все так считаем. Но на самом деле мир держится на женщинах, и даже за самыми важными мужскими достижениями стоят женщины. Можно с этим, конечно, поспорить, но не нужно. Женщины великолепные. В преддверии Международного женского дня мы рассказываем о самых ярких представительниц рода человеческого, сегодняшней героиня Фрида Кала. Фрида Кала родилась в смешанной семье. Ее мать была мексиканкой, отец был родом из Германии. В детстве Фрида сильно хромала из-за перенесенной болезни, но отец привил ей любовь к спорту. Девочка шокировала соседей, играя в мяч, катаясь на роликах, занимаясь греблей и борьбой. Все это считалось неприличным для мексиканских девушек. Хромота прошла, но в 18 лет случилась новая беда. Фрида попала в аварию, получив множество переломов. Именно в больнице она начала рисовать. Она создала множество автопортретов, глядя на себя в маленькое зеркало. Именно автопортрет стал лейтмотивом творчества Фриды Кала. Художница говорила, я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего. В 22 года Фрида вышла замуж за мексиканского художника Диего Риверу, который был почти вдвое ее старше. Их отношения были бурными. Супруги ссорились, расходились, снова сходились, крутили романы на стороне, но тем не менее продолжали любить друг друга. Фрида не могла стать матерью. Все три ее беременности закончились выкидышем. В конце концов Кала смирилась и сказала, что будет брать пример с кошек, которые счастливы уже потому что живы. Фрида очень любила животных. У нее дома жили собаки, орлы, попугаи, обезьяны. Многие из них стали героями картин художницы. Необычный стиль Фриды еще при жизни оценили в Европе. Кандинский плакал, глядя на ее картины, а Пикассо подарил художнице серьги и сказал, что никто не умеет писать лица так, как она. На родине у Фриды было много учеников. Она проводила занятия в самых необычных местах – на рынках, в местах археологических раскопок, в бараках и даже на свалках. Таким образом она учила студентов видеть жизнь во всем ее разнообразии. Наша героиня Фрида Кала. Ну и прямо сейчас мы приготовили для вас приз, который станет приятным подарком к 8 марта. Вот такой набор косметики он достанется тому, кто дозвонится в студию по телефону 45 66 45 и правильно ответит на мой вопрос. Как назывался дом, в котором Фрида Кала прожила почти всю жизнь? И варианты ответа – красный дом, зеленый дом или же голубой дом? 45 66 45. Александра? Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, поздравляю вас с наступающим международным женским днем, а во-вторых, жду от вас правильный ответ. Красный дом, зеленый дом или голубой дом? Ой, голубой дом. Голубой дом, и это совершенно правильный ответ. Александра, я вас поздравляю, вам и подарок достается, и вообще вы счастливый человек. Дозвонились, с первого раза угадали, это потрясающе. Хорошего дня. Поздравляем всех с наступающим праздником. Для здоровья и красоты выбирайте подарки для любимых в сети фирменных салонов массажного оборудования «Ямагучия» в торговых центрах «Экодом», «Броско-мол», «Стрелка». С новой ультатонкой беговой дорожкой «Ямагучия» я могу оставаться собой и заниматься спортом в любое время. Беговая дорожка «Ямагучия» – ничего лишнего. Ну что, давайте о погоде спросим, наверное, у Мити, да, он нам все расскажет, потому что у него самые-самые оперативные данные сейчас. Видишь, я в развалочке сидел, был не готов. Сегодня утром в Хабаровске пасмурно, снег, температура воздуха за окном минус 7 градусов. Днем пасмурно, снег, температура воздуха в полдень 5 мороза, в 2 часа дня минус 4. С 4 часов дня до 8 вечера 3 ниже нуля. Прямо сейчас мы сделаем небольшую паузу, после смотрите. Для творчества места везде и всегда найдется. Новое выставочное пространство появилось в одной из хабаровских гостиниц. Как проходит выставка, расскажем далее. Ночные прогулки. В жалмассиве на улице Флегонтово две юные хабаровчанки забрались в овощной павильон. Они разбили окно камнем и, обыскав в магазин, унесли 35 тысяч рублей. Об этом и других происшествиях далее. На востоке острова Корсика ученые обнаружили крупнейшую популяцию редких орхидей. Подробности скоро. Мне 57 лет, я банкрот. Редактор субтитров А.Семкин